Calendly – это по сути еще один календарь, сродни Google календарю, но только по сути. Посмотрим, есть ли необходимость иметь довеском к Google календарю еще Calendly. Говорю довеском, потому что предполагается, что Google календарем вы безусловно пользуетесь. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Как использовать Calendly? Вы создаете здесь какие-то мероприятия с открытой ссылкой. Делитесь этой ссылкой и все, кто ее получит, увидят примерно следующее. Список дней, когда они могут к этому мероприятию присоединиться, в нашем случае речь идет о собеседовании, продолжительность собеседования, возможно какую-то дополнительную информацию и выбрав день они могут застолбить за собой какое-то время. Время, которое выберет один участник, станет недоступным для всех остальных участников. Информация о том, кто в какой день и в какое время будет проходить с вами собеседование, будет зафиксировано также в вашем личном календаре, а поэтому Calendly нужно дать доступ к вашему календарю. Он будет вносить туда информацию и проверять, не занято ли время какими-то другими мероприятиями, даже не связанными с Calendly. Тут можно выбрать, в каких календарях он будет искать конфликт по времени. Ну то есть использовать Calendly логично в тех случаях, когда аудиенции с вами, не важно оффлайн или онлайн, добиваются сразу несколько человек и вам их нужно распределить по свободным слотам. Но сами они при этом также могут быть заняты и начинается не пойми что. Мы, я помню, использовали в данном случае таблицу XR, где зелененьким отмечали свободные блоки, как-то их там разбирали, ну в общем сумасшедший дом. Тут все это делается просто в 4 клика. Тут мероприятие. По умолчанию одного типа, один на один, продолжительностью 30 минут. Тут дни, которые можно застолбить и время. И идем все менять. Начнем с дней. Сейчас тут стоит 10 дней, начиная от сегодняшнего. Можно выбрать календарные дни или рабочие дни, то есть за вычетом субботы и воскресенья. Давайте поставим 15 дней. Кроме того можно выбрать промежуток, ну то есть всю следующую неделю я готов отдать на собеседование. С тридцатого по четвертое. Далее продолжительность. Сейчас стоит 30 минут. Давайте поставим 45. Тут у нас общее свободное время по дням, которые мы задали при регистрации. Пока не будем трогать, но вообще это меняется. И тут можно оставить себе еще небольшой зазор между ивентами. До или после. А можно и до и после на случай выхода за рамки или, скажем, напередохнуть и выпить чашечку кофе. Все. Сохранили. Ну и все-таки зайдем в название и назовем мероприятие как-то более адекватно. Тут можно сразу добавить локацию, где пройдет мероприятие, ну или ссылку на Google Meet или Zoom. На Zoom нельзя. Нужно сначала добавить интеграцию. Интеграции в этом видео не будем касаться. Отдельная тема. Их тут много, в том числе полезных. Но собственно ссылку на Zoom можно добавить и в описании. А также в описании можно добавить прочую полезную информацию. Так, тут у нас ссылка. Мало кто смотрит, конечно, в адресную строку, но можно и ссылку сделать красивую. И тут цвет. Ну так уж совсем для одотошных. Все. Мероприятие готово. Копируем и рассылаем потенциальным кандидатам на должность. Напомню, по легенде мы проводим собеседование. Человек заходит, видит дни. Видит, что это собеседование со мной. Видит, что это 45 минут. Забивает время. Пока тут чистый лист. Бери любое с шагом в 30 минут. Выбирает. Подтверждает. От него требуется имя, имейл и какая-то дополнительная информация. Поля эти, кстати, настраиваются. Человек выбирает время. На почту к нему приходит сообщение с подтверждением и со всей дополнительной информацией. А если он зарегистрирован в Calendly, то и в календаре у него это отмечается. А у меня, то есть человека, который это все создал, во-первых, в самом Calendly появляется запись о предстоящем мероприятии. Также со всей информацией, которую добавил соискатель. А во-вторых, запись появляется в моем календаре. Теперь я буду знать, что у меня этот слот по времени занят и Calendly будет знать, что следующего соискателя на это время назначать нельзя. Видите, второго числа слот с 13 до 14 выпал. Выбрать его нельзя. Если следующий соискатель забьет, например, 14, то и он отсюда выпадет. Более того, если я сам в своем календаре забью какое-то время на этот день, ну то есть у меня, скажем, какие-то свои дела с 15 до 16 45, Calendly подхватит и это и исключит из доступных слотов это время. Тут есть еще о чем рассказать, поскольку кроме мероприятий один на один можно создавать групповые мероприятия. Сами мероприятия проще дублировать, чем всякий раз создавать заново. Можно красиво оформить страницу. Одним словом, если я пойму, что приложение востребовано, то сделаю продолжение и расскажу про все остальное. А пойму я это, естественно, по количеству лайков и комментариев. Ну в общем есть в Calendly своя привлекательность и есть у него своя ниша на рынке. Вполне годное приложение, особенно, кстати, для НКО, которые периодически проводят какие-то открытые мероприятия. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.